Препараты и вакцины против ковида нельзя создать без лабораторных исследований. Испытания на добровольцах это по сути финал сложной производственной цепочки. А первый удар принимают на себя лабораторные животные. И чем больше общего будет у них с человеком, тем скорее появится правильный препарат. Там, где гуманизируют мышек, цена которых может достигать 10 тысяч долларов за осадь, побывал наш корреспондент Кирилл Воробьёв. То есть это специальная линия выведена. Это один из лучших виварьев страны. Тысячи лабораторных мышей выращивают в идеально стерильных условиях. У каждой популяции своя миссия. Чтобы на примере грызунов узнать, как болезни влияют на организм человека, их ДНК учёные буквально программируют заново. Сейчас в Институте цитологии генетики создают так называемых гуманизированных мышей. Они будут болеть коронавирусом с теми же симптомами, что и человек. Первое потомство появится уже в июне, а пока в пробирках формируют искусственный ген, который и пересадят лабораторным мышам. Мы прямо в ядро инъецируем этот раствор. И так уж биология устроена, он встраивается в собственный геном мыши. Ген, он какие-то функции в организме выполняет. Мы добавляем ещё одну функцию. Молекулу ДНК с геном человека получают в пробирке. На это уходит две недели. После учёные забирают у мышей яйцеклетки, оплодотворяют их и под микроскопом производят микроинъекцию, добавляют полученную ранее в лаборатории ДНК в ядро. После этого эмбрион возвращают в организм мыши, которая через 20 дней даст нужное потомство. В итоге именно на этой популяции смогут испытывать вакцины и противовирусные препараты. Потенциально это новые мишени для разработки новых препаратов. То есть нам нужно добывать новое знание на этих мышах. Здесь же в институте сейчас изучают новые методы лечения коронавируса. Первые результаты уже есть. Учёные доказали, остановить быстрое распространение вируса в организме могут препараты против ревматоидного артрита. Их уже применяют. Но на этом работу не останавливают. Разрабатывают принципиально новое лекарство. Учёные на основе интерферона создают новый препарат. Это лекарство тоже будут испытывать на специально выведенных мышах. Сделали интерферон устойчивым к действию ферментов желудочно-кишечного тракта. Уменьшается количество побочных эффектов и кратность введения препарата в организм. Мышей из Новосибирска сейчас ждут во многих лабораториях страны. Гуманизированная мышь — редкий и дорогой товар на международном рынке биотехнологий. Цены на них достигают 10 тысяч долларов за особь. А выводить таких животных способны всего в нескольких странах мира. Эксперименты с ними учёным позволяют намного быстрее получить результаты своих исследований. Задача заключается в том, чтобы создать такие линии трансгенных мышей, в геноме которых будут гены человека, которые кодируют рецептор для этого вируса. Уже к осени учёные из Новосибирска планируют вывести нужное количество мышей, чтобы проводить бесперебойные исследования в российских лабораториях. Кстати, в академгородке Новосибирска к мышам особое отношение. Именно здесь установили первый в мире памятник лабораторной мыши. Кирилл Воробьёв, Сергей Бабичев, Александр Ганов. Вести из Новосибирска.